Привет! Так как в Европе появились ребята, которые любят долбиться в обезьяньи глиняные горшочки, у нас с вами новый прикол. Сейчас спецоперация, до этого ковид, теперь обезьяньи оспы. И разумеется, это будет влиять на рынки. Разумеется, этот результат обезьяньих анальных утех уже приписали России. Соответственно, ждем новый пакет санкций. Я вам очередной раз напоминаю то, что Bybit это отличная биржа. Я туда уже перевел свои средства. Уже никакого доверия топ-биржам а-ля Binance нет. Потому что реально новый пакет санкций и вероятнее всего все средства заморозят. Bybit ссылка в описании под роликом. Тут нужно уточнить, что ссылка реферальная. Разумеется, бонусы будут как мне, так и вам. И также я вам напоминаю то, что раз в 500 подписчиков на канале, я разыгрываю 150 долларов лайк, подписка и комментарий. Что касается ситуации по биткоину, уже очень многие ребята приговорили нас к крипто-зиме. На самом деле, я в предыдущем выпуске тоже об этом говорил. И более того, что касается локалки и что касается среднего срока, я думаю, мы с вами будем получать еще коррекционные движения. Ну, как минимум по той причине, что мы с вами, ну, очень долго тестируем уровень 30 тысяч. Мы с вами сформировали консолидацию. И даже если мы с вами будем наблюдать какое-то серьезное восходящее движение потенциальное, все равно, вероятнее всего, оно будет через вынос стопов с этого боковика. Буду честен, когда посмотрел крайнее видео о Хамахе, у меня немножечко отлегло. Парни, конечно, шатают, ого-го, как. Однако, все-таки, я думаю, что часть правды в его словах есть. Вероятность то, что мы с вами будем ретестить диапазон 24-25 тысяч, она тут сохраняется. Вопрос, каким форматом? Это я вам покажу, разумеется, на графике. Что же касается обезьянь и оспы, это тоже, вероятнее всего, отразится на рынках, потому что люди будут переживать рынки, как минимум будут и инвесторы переживать, что это будет плюс-минус такие же движения, как в ковидные времена. Я вам напомню, во-первых, то, что на панике также в ковидные времена фонда очень сильно просела, но откуп был, ну, в рамках именно фондового рынка, конечно, моментальный. Это тоже стоит обязательно учитывать. Однако же, эта ситуация, где люди будут довольно спешно выводить свои деньги из рынка, по крайней мере, вероятность на это сейчас неплохая, она также может отразиться на криптовалютном рынке. Сегодня я также расскажу вам, почему я не закрываю лонги и почему я сюда сейчас, в этот рынок, рекомендую входить инвесторам. Собственно говоря, добро пожаловать на график, начинаем. Что касается ситуации по биткоину, соответственно, ребят, это, собственно говоря, тот боковик, о котором я вам говорил. Здесь огромное количество людей, которые уже встали в лонг. Вероятнее всего, их будут, конечно, выносить вниз. Вероятность на это очень немаленькая. Но, что я хотел бы вам тут сказать. Я думаю, что, так как здесь, во-первых, большое количество уже накопленных позиций, по факту мы здесь с вами уже получаем фазу накопления с потенциально восходящим движением. Я думаю, здесь будут выносить довольно резко и V-образно разворачивать. Вероятность на то, что мы будем с вами проходить диапазон 22-24 тысяч, а именно предыдущего глобального хая, здесь, конечно, сильно ниже. Теперь хотел бы открыть крупные таймфреймы и показать вам, в принципе, что мы здесь сейчас наблюдаем. То есть у нас есть формат нисходящего движения уже глобальный. То есть среднесрочное поломали. Видите, ложный выход был. Но я бы даже не сказал, что он тут был ложный выход. Здесь все-таки сами знаете, какие даты. И здесь началась уже новостная давка на актив. И его начали выкидывать. Вообще по-хорошему мы здесь должны были уже получать восходящее движение. Однако сейчас откорректировавшись, мы с вами как минимум будем ловить коррекцию по фибе относительно этого движения. То есть это минимум предыдущий хай, типа плюс-минус диапазон 35-36 тысяч. Будем смотреть, как здесь будет подхватывать. Еще раз говорю, это глобальные таймфреймы. Что касается более локальных, все-таки, я думаю, еще выносить вниз будут. Но я здесь именно смотрю с инвестиционной точки зрения. Торговать этот рынок сейчас, я считаю, довольно рискованное предприятие. Плюс мы сейчас здесь наблюдаем большое количество уровней глобальных поддержек. Довольно неплохие уровни откупа. И я не думаю, что здесь сейчас будут как-то сильно вниз выносить все это движение. Напоминаю вам предыдущий хай. Самая ключевая, самая крутая поддержка. Однако, я думаю, и до нее тоже не доведут. Потому что помимо лонгистов существуют еще и шортисты. И очень большое количество людей здесь также встало в шорт. И также им с довольно маленькой вероятностью дадут заработать. Разве что, вероятнее всего, заработают тут локальные шортисты. Возможно, среднесрочные. Что касается ситуации по реплу. Ключевой уровень это плюс-минус 43 цента. Мы где-то его сейчас как раз долбим. Также думаю, что еще могут подскинуть. Что касается ситуации локальной. Я бы здесь не стал бы отталкиваться от 33 центов. Я бы стал бы здесь отталкиваться от диапазона 37-38 центов. В принципе, что касается покупки в долгу. Актив очень неплохой. Соотношение риск-прибыль здесь самое потрясающее. И если вы рассматриваете в себе какой-то инвестиционный актив к криптовалютам рынка. Который в течение года даст возможность заработать 1-2 икса. Это Ripple. Ну, именно с хорошим соотношением риск-прибыль. Если вы хотите там типа больше заработать. Ну, соответственно, взять более рискованное. Больше заработать. Ну, и, соответственно, сильнее рискнуть. То, конечно, наверное, это лучше смотреть в сторону доги. Но из топа, я думаю, в плане инвестиционного актива Ripple здесь лучший. Также хотел бы обозначить вам ситуацию по Zcash. Вы помните, что я его тоже набирал по 95 долларов. Если я не ошибаюсь. То ли по 90, то ли по 95 долларов я его добрал. Я думаю, что надо держать также этот актив. Актив также на глобалку. Очень неплохо покупки. Напоминаю вам, что с ним было. Дождайте недельки для лучшей визуализации. 372 коррекция на 80 округлим. 309 – это в пике, 240 нормальными свечами на недельных таймфреймах. Коррекция на 85. 216 – коррекция сейчас на 70, на 67-70. Вероятность коррекции опять к диапазону 150 огромная. Поэтому, да, вы должны быть готовы, потому что еще здесь будут скиды, здесь будут какие-то нисходящие движения показывать. Но, в принципе, что касается цены Zcash в диапазоне 150-200, это абсолютно реальные цифры. И если мы с вами рассматриваем какое-то долгосрочное инвестирование, тоже актив очень неплох. Что касается ситуации по Dogecoin, я думаю, нужно посмотреть мои выпуски недельные, двухнедельные. Да я, на самом деле, часто это говорил. То есть, я сравнивал его с биткоином, обозначал, что это диапазон 6-8 тысяч. И что есть вероятность, что мы с вами будем еще одну полку формировать. Вот мы эту полку с вами формируем. Полка неплохая. Я думаю, в боковичке еще какое-то время мы здесь с вами поторчим. Я не думаю, что очень быстро мы будем в восходящем формате уходить. Но зато потенциально, вот как только мы с вами начнем преломлять вот этот диапазон, я повторю фразу, которую я говорил года два, наверное, назад, когда биткоин стоил 4-5 тысяч долларов. Я помню, 4-700, если я не ошибаюсь, или 5-700. Вот я обозначал такую фразу. Когда мы будем проходить этот уровень сопротивления, берите на все бобки. Я думаю, когда мы с вами по Doge будем проходить диапазон плюс-минус 15-16 центов, я считаю, что его надо также на средний срок, долгосрок брать на все бобки. Вероятнее всего, он здесь не просто покажет хай, а даст еще и перехай. Плюс, сами знаете, какая поддержка у этого актива. Также хотел бы пару слов сказать про биткоин голод. Более рисковый актив, но актив, который может потенциально дать тоже довольно неплохой процент. Напомню то, что он также довольно хорошо, V-образно ходит. И мы сейчас, по сути, находимся, ну, дном не назвать, но, конечно, это диапазон где-то 8-9 долларов. Но тоже, на самом деле, неплохие уровни для покупки. Однако, что касается лучшего соотношения риск-прибыль, я бы все-таки рассмотрел либо Ripple, либо Zcash. Это довольно неплохие активы в текущей ситуации. Собственно говоря, рынки, конечно, сейчас штормит, у многих людей начинается паника. Ребят, я сижу в этом рынке 2016 года, у меня паника уже полностью. У меня такого вообще нету, никакой паники здесь, скажем так. И, ну, реально, я здесь не вижу какой-то катастрофы. Давайте мы с вами вспомним тот же самый биткоин. В предыдущем хаю по 22-24 тысячи мы откорректировались до 3-х. Вот это было стрёмненько. Здесь пока что такого потенциала коррекции нам не рисует. Криптозиму нам вроде как на нее указывают. Так, сейчас проверяем, есть связь. Криптозиму нам вроде как на нее указывают, но не выглядит так. У нас очень большие откупы. Обычно, когда такие движения формируются, они формируются на мощных панических продажах. Такого здесь определенно нет. И поэтому с этой консолидацией, которую мы сейчас наблюдаем, вероятнее всего нас будут скидывать вниз, но довольно быстро откупать, возвращать в этот канал. Возможно, несколько таких циклов проведут. Но в конечном итоге все равно в рамках как минимум ФИБы на 35-36 мы с вами должны будем выйти. Собственно говоря, соображения по рынку такие. Не забывайте про телегу, не забывайте про лайк, подписку, комментарий. Это и меня поддержать, и в розыгрыше поучаствовать. 150 долларов раз 500 подписчиков. Ну и, соответственно, также рекомендую переходить и переводить свои средства на Bybit. Реально топовая биржа. Формулу 1 поддерживает с Максимом Ферстаппиным. Ладно, всем вам самого лучшего, ребят. До следующего выпуска. Работаем.